Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить немецкий брецель. Для этого нам понадобится мука, соль, сахар, дрожжи, сливочное масло и молоко. Замес теста, как обычно, начинается с просеивания 250 г муки. Благодаря этому выпечка получается более пышной и воздушной. К муке добавляем пол чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара. Слегка перемешиваем муку и добавляем одну чайную ложку сухих дрожжей. Хорошо смешиваем все сухие ингредиенты. По центру делаем небольшое углубление, куда вливаем 150 мл молока комнатной температуры. И 10 г заранее растопленного сливочного масла. Замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем руками. Отмечу, что при необходимости вместо молока можно использовать воду. Вместо сливочного масла растительное, его понадобится 1-2 столовые ложки. А вместо сухих дрожжей – прессованные. Их понадобится 9-10 г. При этом прессованные дрожжи добавляются не в муку, а разводятся в молоке или воде, которая потом вводится в муку. В итоге у нас получилось мягкое, но достаточно упругое и абсолютно не липнущее к рукам тесто. Накрываем его крышкой или плёнкой и оставляем в тёплом месте на 60-90 минут. За это время тесто должно заметно увеличиться в объёме. Припыляем рабочую поверхность мукой и выкладываем на неё подошедшее тесто. Хорошо обминаем его. Здесь очень важно не переборщить с мукой, поэтому лишнюю муку смахиваем в сторону. Делим тесто на 3-4 части и каждый кусок скатываем в шарик. Накрываем наши заготовки пищевой плёнкой или полотенцем и даём им отдохнуть на протяжении 10-15 минут. Теперь начинаем формировать брецели. Берём одну заготовку и скатываем её в форму небольшой колбаски. Основанием ладони прижимаем тесто к столу, формируя лепёшку прямоугольной формы. Теперь с широкой стороной скатываем лепёшку в рулет. Продолжая работать основаниями ладони, Двумя руками раскатываем заготовку, двигаясь от центра к краям и как бы растягивая тесто. У нас должен получиться жгут длиной от 40 до 70 см. По толщине заготовка должна быть неравномерной. По центру она должна быть более толстой, это тело брецеля, а краям она должна постепенно сужаться. Тонкие концы кренделя называются руками, И именно от их длины и толщины зависит ажурность брецеля. Руки брецеля скрещиваем два раза, А затем крепим с двух сторон отдела кренделя, Придавая заготовке классическую форму этой немецкой выпечки с тремя отверстиями в центре. На данном этапе при необходимости заготовку кренделя можно подкорректировать и растянуть, Потом это сделать не получится. Точно так же поступаем с другими заготовками. У меня сегодня получились брецели небольшого размера с небольшими отверстиями. Если вы хотите в итоге получить крендели побольше и с большими отверстиями, То в таком случае, во-первых, необходимо увеличить количество ингредиентов как минимум вдвое, А во-вторых, раскатать жгут длиной не менее 70 см и с более тонкими руками. Оставляем пока наши заготовки отдыхать, И ставим не меньше 1 литра воды на огонь. Ждем пока вода закипит и добавляем в нее 1 столовую ложку соды. Уменьшаем огонь таким образом, чтобы вода только слегка побулькивала. И берем заготовки брецели. Одну заготовку кренделя с помощью лопатки погружаем в кипящий раствор соды. Постоянно придерживая тесто лопаткой так, чтобы крендель был полностью погружен в воду, Провариваем будущий брецель на протяжении 30-45 секунд. Отмечу, что количество соды в растворе можно слегка увеличить. Чем насыщеннее раствор, тем румянее получаются брецели. Однако, чрезмерно увлекаться содой также не стоит. Традиционно на 1 литр воды берут 1 столовую ложку соды без горки. Если нужен более насыщенный раствор, то используется та же столовая ложка, но с горкой. Достаем крендели с кипятка и сразу же выкладываем на застеленный пергаментом противень. Точно так же поступаем с другими заготовками. Еще один важный нюанс. После содового раствора брецели становятся достаточно липкими. Поэтому, если вы не уверены в качестве пергаментной бумаги, предварительно ее необходимо смазать растительным или сливочным маслом. А еще лучше использовать специальный многоразовый силиконовый коврик для выпечки. Теперь нужно присыпать будущие брецели крупной морской солью. Если крупной соли нет, то можно присыпать кунжутом или маком. Мелкую соль для присыпки использовать не рекомендую. В ходе выпечки она просто растворится. По желанию, можно слегка надрезать тело брецеля в самом пышном месте. Благодаря этому, готовый брецель будет выглядеть еще более аппетитным. Отправляем заготовки брецелей в хорошо разогретую до 230-250 градусов духовку и выпекаем их на протяжении 15-20 минут. Готовность кренделей определяется их цветом. Они должны хорошо подрумяниться. Все. Традиционные немецкие брецели готовы. Посмотрите, какими румяными и аппетитными они получились. Осталось только сделать вайсфурсты или другие немецкие колбаски. Ссылку на рецепт их приготовления вы видите вверху экрана. Пригласить друзей. И за бокалом холодного пива хорошо, весело и, главное, вкусно провести вечер. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь своим мнением в комментариях и, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Приятного аппетита и до новых встреч!